Уважаемые коллеги, сегодня темой нашего разговора станет поддержка субъектов крупного предпринимательства в условиях новых экономических вызовов. В настоящее время правительство страны предпринимает целый ряд важных шагов, чтобы минимизировать последствия мирового финансового кризиса на отечественную экономику. О значимости этих мер и о том, что дополнительно необходимо предпринять, чтобы защитить казахстанский бизнес, нам расскажут наши гости. Позвольте представить, председатель правления Банка развития Казахстана Булат Бедахметович Жамишев, управляющий директор, член правления Банка развития Казахстана Абай Серикович Саркулов, а также директор департамента по работе с финансовыми институтами Банка развития Казахстана Мольдор Омирбековна Саудбекова. Уважаемые гости, добро пожаловать. Булат Бедахметович, пожалуйста, вам. Банка развития Казахстана Мольдор Омирбекович, Мольдор Омирбекович, В результате того, что было принято решение о финансировании 42 проектов на общую сумму займов 280 миллиардов тенге, если сравнить с 2014 годом, то было только 14 проектов на сумму 226 миллиардов тенге, ну и плюс еще мы выпустили гарантию на 50 миллионов долларов. Финансирование получили такие проекты, безусловно, важные с точки зрения импортозамещения, развития казахстанского экспорта товара с высокой добавленной стоимостью, как производство моторных топливов стандарта Евро-5 в Западно-Казахстанской области, АО «Конденсат-даемщик», расширение мощностей по производству азотных удобрений в Мангистауской области ТО «Казазот», строительство завода по производству цианида натрия в Жамбулской области ТО «Талас Инвестмент Кампании», создание полного цикла производства железнодорожных колес по Владарской области ТО «Промаш Комплект». Если говорить о финансовом результате, то в целом он по итогам года положительный, чистая консолидированная прибыль, но это предварительные данные еще до аудита, окончательные данные будут, конечно, по результатам аудита, 7,9 миллиардов тенге. И мы это обеспечили за счет того, что реструктурировали требования по пяти проектам на сумму 47,7 миллиардов тенге. Здесь на площадке СЦК мы докладывали, что в сентябре мы провели стресс-тестирование всего нашего портфеля, но тогда был другой уровень курса национальной валюты. Тогда мы определили, какие проекты наиболее чувствительны к валютным рискам, если курс достигнет 300 тенге за доллар. Тогда мы выделили пять проектов, которые не имеют валютной выручки, реструктурировали требования к ним, то есть перевернули требования из иностранной валюты в национальную валюту. И в целом это позволило нам перед вами отчитываться за положительный финансовый результат. Но понятно, что дальнейшая девальвация национальной валюты, она, конечно, повлияла на весь портфель в целом, и работа по стресс-тестированию продолжалась. Но о результатах уже еще одного этапа стресс-тестирования, оценки качества нашего портфеля я скажу чуть позже. Это работа уже текущего года. Ну, хочу, говоря о финансовом результате, хочу обратить внимание, что в результате реструктуризации пяти займов у нас в структуре консолидированного кредитного портфеля доля тенге увеличилась до 42% с 31% на начало 2015 года. Были заданы высокие темпы освоения средств национального фонда по программам Нурлужол и ГПИР-2. Напомню, что банку из нас фонда в 2014 и 2015 годах было выделено 260 миллиардов тенге. Средства были выделены из национального фонда, и предполагалось, что они быстро попадут в экономику, и банк в целом с этой задачей справился. На программу ГПИР из национального фонда было выделено 75 миллиардов тенге, я напомню, и 150 миллиардов тенге мы должны были привлечь. Собственных средств под реализацию этой же программы под 75 миллиардов тенге были приняты обязательства, и 60 миллиардов тенге уже получили заемщики. Вы понимаете, что финансирование осуществляется, мы реализуем инвестиционные проекты, инвестиционная фаза у этих проектов составляет от года до трех лет, то есть период строительства, ввода в эксплуатацию от года до трех лет, и поэтому идет поэтапное освоение. Что касается экспортного кредитования, то экспортного, предэкспортного из национального фонда мы получили 50 миллиардов тенге, все 50 миллиардов тенге были в прошлом году освоены. Кроме того, как вам известно, мы также фондировали банки второго уровня для автокредитования, для поддержки отечественного автопроизводства. В прошлом году сумма составила 15 миллиардов тенге автокредитования, плюс 4 миллиарда тенге через БРК-лизинг по программе лизинга спецавтотехники. 4 миллиарда тенге были освоены в прошлом году полностью, и из 15 миллиардов тенге на автокредитование было освоено 87%. Причиной в конце года стало то, что несколько в конце года в силу высоких темпов девальвации, несколько или значительно в конце года уменьшился спрос, но просто люди стали выжидать, не приобретая автомобили. Но 8 января мы выгнали дополнительные 11 миллиардов тенге на автокредитование, и того у нас на эту программу по автокредитованию предусмотрено 26 миллиардов тенге. Сейчас мы с банками, автопроизводителями обсуждаем, каким образом лучше, эффективнее использовать эти средства, но в результате девальвации там нужно бы, мы уже корректировали минимальную стоимость автомобилей, которые могут быть по программе приобретены. Сейчас автопроизводители предлагают вообще убрать ценовой порог, а установить порог по кассодержанию, то есть по удельному весу в стоимости именно казахстанского компонента. Ну и плюс еще ряд предложений по этой программе даны. Мы сейчас начнем с правительством отрабатывать те решения, которые помогут улучшить, сделать более гибкой систему автокредитования. Программа пользуется спросом. Мы 8 января 11 миллиардов дополнительно выгнали, как я сказал, ну и уже на 12,7% от этой суммы уже получены заявки от клиентов. Значит, что еще было сделано в прошлом году? Считаю, что, ну, наверное, наряду, собственно, с кредитной деятельностью банк в прошлом году провел очень большую работу по оптимизации бизнес-процессов в банке. Ну, вы помните, что банк подвергался со стороны бизнеса критике за недостаточно эффективную работу. Мы с привлечением консультантов оценили все эти проблемные моменты в бизнес-процессах, которые в банках есть. Выработали модель совершенствования бизнес-процессов. И в результате мы эту работу в прошлом году закончили. В прошлом году мы закончили на стадии пилотной и определили, что по этим пилотным проектам будут использоваться, применяться будут новые подходы, новые нормативные документы. И в первом квартале текущего года мы должны будем полностью всю работу завершить. Я имею в виду уже внедрение. Что мы собираемся внедрить? Во-первых, мы четко разделили полномочия фронт, миддл и бэк-офисов. Мы разделили функционалы клиентского менеджера, кредитного аналитика и специалиста по мониторингу. Поскольку эти специалисты часто занимались одной и той же работой, понятно, что это снижало уровень их ответственности и увеличивало сроки. И теперь клиентские менеджеры будут сконцентрированы на привлечении потенциальных клиентов. Кредитный аналитик на качестве кредитного анализа и структурирования сделок. Функции специалистам по мониторингу будут нацелены на выявление тревожных сигналов на ранних стадиях их проявления. Но, кроме того, мы отработали еще и вообще сами процедуры предварительного анализа, кредитного анализа. Теперь у нас предварительное рассмотрение будет в течение недели на основе анкеты, которую будет заполнять заемщик. То есть мы не будем запрашивать у заемщика весь этот перечень документов, он будет ограниченный. Заемщик должен будет анкету заполнить, на основе которой он сам оценит свой проект. То есть это позволит, во-первых, сократить сроки для подготовленных заемщиков и отсечь неподготовленных заемщиков, которые часто, не имея достаточной проработанности проектов, но, так сказать, война план покажет в процессе внесения в банк, собственно, и начинают работать углубленно над проектом. Ну и плюс этап кредитного анализа мы разделили на два, с тем, чтобы иметь возможность контролировать, на какой стадии кредитного анализа находится проект. Вторая часть кредитного анализа предполагает представление различных заключений, которые требуют финансовых затрат от заемщика, с тем, чтобы он не нес финансовые затраты на предварительном этапе. И вот это позволит повысить прозрачность, и плюс все бизнес-процессы мы, конечно, в банке автоматизируем. У нас договор с консультантом, что все их рекомендации не будут в виде каких-то общих рекомендаций, они будут в виде проектов нормативных документов и проектов технических заданий для информатизации всех процессов. И с этим наши консультанты справились, и в целом это позволит нам уже в первом квартале значительно изменить бизнес-процессы в банке. Над чем банк сейчас работает? В этом году мы провели стресс-тестирование всего нашего портфеля. Мы работаем с крупными заемщиками, поэтому у нас, в принципе, количественно суммарно большие активы, но количественно это всего 38 проектов. Значит, на основе стресс-тестирования мы тестировали по целому ряду параметров, ну, в том числе по возможному изменению обменного курса. Ну, в качестве ориентира мы брали там 500 тенге за доллар. Ну, это один из, так сказать, параметров, на основе которых стресс-тестирование проводилось. Значит, и мы выявили, кстати, на слайде здесь все хорошо показано, что 41% кредитного портфеля – это тот портфель, по которому ничего не нужно предпринимать. Он или в тенге, или это экспортные кредиты, по которым не возникает каких-либо сомнений, либо это очень сильная структура обеспечения. Ну, то есть 41% нашего портфеля – это то, за что мы спокойны даже при таком обменном курсе и плюс при всех тех рисках, которые мы в стресс-тестировании пытались оценить. Чувствительные к валютным колебаниям у нас 44% портфеля, но по этим проектам есть достаточно надежные гарантии третьих лиц, либо поддержка со стороны акционеров, но, тем не менее, это те проекты, которые мы собираемся мониторить, по которым собираемся усиливать позиции банка, по которым будет вестись совместная работа по всем тем моментам, которые могут привести к рискам каким-либо. Ну, например, в области энергетики проекта, это, безусловно, необходимо решать вопросы по тарифам, с учетом, по сути, нового уровня тех текущих затрат, которые несут эти предприятия. Ну, эта работа, она, собственно, ведется министерствами, в правительстве мы мониторим эту ситуацию. Ну, и плюс, если это проекты, по которым банк только софинансирует, или же это связанное заимствование, то мы сейчас отрабатываем возможности замещения источников фондирования этого заимствования, и ведем переговоры с теми кредиторами, которые со-заимствуют. Ну, то есть 44% портфеля, по которым требуется мониторинг, требуется усиление позиции банка, но это та часть портфеля, которую мы тоже считаем вполне надежная. И 9 проектов, это 15% от объема портфеля, это те проекты, которые чувствительны к валютным рискам. Для них те риски, которые мы закладывали в стресс-тестирование, они неподъемные. И, ну, естественно, что если они занимали валюте, то их обязательства в тенге выросли практически в два раза. И если нет валютной выручки, то понятно, что бизнес-модель, она, безусловно, показывает возможности каких-либо разрывов. Здесь мы собираемся реструктурировать эти займы. Вы знаете о тех решениях, которые были приняты на заседании правительства в понедельник по поручению главы государства. Были определены источники для фондирования и институтов развития, и других организаций квази-государственного сектора. В числе тех заемщиков, которые получат деньги из ЕНПФ, значится и Банк развития Казахстана. Мы полагаем, что 65 миллиардов тенге, которые мы получим из ЕНПФ, это дорогие деньги. Но мы с учетом тех ресурсов, которые есть у Банка, мы должны будем смикшировать, реструктурировать эти займы. И тем самым, я думаю, что мы по итогам первого квартала, мы, наверное, также сможем с уверенностью сказать, что в целом мы портфель поддерживаем на должном уровне. Здесь следует сказать, что все-таки портфель Банка – это большие проекты, очень важные для экономики, и очень важно не просто финансировать новые проекты, очень важно обеспечить эффективное функционирование тех предприятий, которые уже получили займы. И, собственно, на текущий год приоритет наш именно обеспечить надлежащее качество нашего судного портфеля. Вот если продолжить говорить о том, какие наши планы, то вот я скажу все-таки еще раз об этом. Это, в первую очередь, поддержание на должном уровне качества нашего портфеля. Это усиление позиций Банка по тем проектам, которые чувствительны, но, тем не менее, не являются существенно какими-то рисковыми. Это реструктуризация тех займов, которые в этом нуждаются. Что касается новых проектов, то мы, это опять же в рамках тех поручений, которые были даны главой государства, мы должны будем значительно расширить экспортное, предэкспортное финансирование. Мы 30 миллиардов привлекаем, плюс 15 миллиардов у нас есть из национального фонда. За счет микширования дорогих денег со средствами из национального фонда, я думаю, что мы сможем предложить заемщикам, экспортерам приемлемые условия по экспортному, предэкспортному финансированию. Мы считаем, что для нашей экономики поддержка экспорта очень важна на данном этапе. Ну и плюс мы продолжим реализацию программы ГПИР в рамках тех средств, какие у нас есть. Ну и плюс мы, безусловно, готовы финансировать проекты в иностранной валюте. Это должны быть экспортоориентированные проекты или должны быть проекты с очень сильной поддержкой со стороны инициаторов проекта, акционеров или гарантов. И у нас тоже есть в пейплайне, в нашем перспективном плане есть и такие проекты. Но в целом кредитная активность, конечно, она будет ниже, чем активность прошлого года, и это объективно, если говорить о планах. Если говорить о наших пожеланиях, то в соответствии с поручением главы государства, правительство должно обеспечить передачу средств ЕНПФ в управление частным управляющим компаниям. Мы полагаем, что это очень важно для экономики. Банк развития Казахстана не привлекает депозиты. Для нас единственным источником долгосрочного тенегового фондирования могут быть институциональные инвесторы, среди которых, безусловно, значится ЕНПФ. Мы являемся надёжной организацией с суверенным рейтингом, и если это будет на рыночных условиях предоставление средств, вложение в облигации имитентов, я думаю, что мы будем стоять, если говорить об отечественных имитентах, мы будем стоять в первом ряду по качеству и надёжности наших финансовых инструментов. И в этом смысле мы будем соответствовать всем требованиям, которые предъявляются при инвестировании пенсионных активов. Но просто изменится ситуация. Тогда это будет предсказуемая ситуация. Мы будем знать, какие лимиты на нас выделяются. Мы будем знать, какова рыночная действительно стоимость этих инструментов. Мы будем в долгосрочном периоде прогнозировать свою ликвидность. И в этом смысле мы будем более эффективными для наших клиентов. Ну и потом, когда на рынке всё-таки рыночными методами будет установлена стоимость долгосрочного фондирования, это будет понятно и нашим потенциальным заёмщикам. Просто сейчас ещё не все воспринимают, что финансовая ситуация изменилась. И все ещё, как мне представляется, не готовы к тому, чтобы воспринять период достаточно дорогих денег. Они будут дорогие в условиях, когда ещё будет рынок, фондовый рынок, по сути, складываться заново. И я надеюсь, что это поможет всё-таки нашим заёмщикам более чётко определиться со своими инвестиционными проектами. Вот это, если коротко сказать, и о наших планах, и о наших ожиданиях. Спасибо. Благодарю вас, Балат Бедахметович, за предоставленную информацию. На этом, уважаемые коллеги, мы переходим к сессии «Вопрос-ответ». Пожалуйста, первый вопрос. Бенюз Киезет. Слушаем вас. Добрый день. Маляка Шайкенова, Бенюз Киезет. Вы говорили сегодня об освоении средств, выделенных нацфондом. Скажите, располагаете ли вы информацию о фактах нецелевого использования средств и неосвоения выделяемых средств нацфондом? Выделяемых нацфондом. Спасибо. Спасибо за вопрос. Безусловно, контролю за целевым, своевременным освоением средств национального фонда уделяется очень большое внимание. И, естественно, не только со стороны Банка развития Казахстана работает специальная комиссия, которая регулярно оценивает эффективность использования средств национального фонда, правомочность всех решений, которые принимаются, проверяет также и Генеральная прокуратура. Поэтому это все контролируется. Я коротко доложил, как осваиваются средства в части своевременного освоения. Я уже сказал о том, что мы, безусловно, своевременно осваиваем все средства, выделенные из национального фонда. Что касается их целевого использования, то в целом каких-либо больших нареканий нет. По одному из проектов возник такой спорный вопрос. Мы считаем, что и банки, и заемщик поступили в полном соответствии с законодательством. Но, тем не менее, рекомендовали банку рассмотреть возможность добровольно небольшую сумму погасить с тем, чтобы вообще уже ни у кого не было вопросов. Но в целом мы считаем, что по этому проекту целевое использование обеспечено. То есть это целевое, своевременное использование средств национального фонда – это то, что на постоянном контроле банка. Благодарю вас за ответ. Следующий вопрос. ТДК-42, пожалуйста. Назовите, пожалуйста, наиболее интересные проекты, на ваш взгляд, и много ли среди них проектов, связанных с сырьем, и немножко такой анализ. Эти проекты связаны с торговлей, с производством, либо… Ну, сюда к вам я пришел вместе со своими коллегами, поэтому я мог бы ответить и сам, но вот здесь Саркулов Абай, он управляющий директор проектного блока, и я попрошу его подробно ответить на ваш вопрос. Ну, Банк развития действительно работает по мандату, у нас все индустриальные проекты, а также проекты, связанные с инфраструктурой. Наиболее интересные проекты за прошлый год, которые мы одобрили, это, конечно же, компания «Конденсат», «Талас Инвестмент Комбани», это направление, химическое направление. Для нас оно наиболее перспективное, мы тоже делали определенный анализ. Также есть и проекты в металлургической отрасли, нефтехимической. Все отрасля, которые мы рассматриваем, они включены в программу ГПР, мы являемся основным оператором. Ну, и экспортное направление тоже для нас интересно, это вот пищевое направление, учитывая, что в Казахстане действительно есть уже выявленные национальные чемпионы, в рамках этой поддержки мы тоже вот пищевое направление считаем тоже наиболее интересным. Еще 10 лет назад «Казазот» пытался реализовать проект по модернизации собственного производства. Ну, почему я просто об этом хорошо знаю, одновременно с «Казазотом» в Казани такой же проект начали реализовывать. Эти два проекта конкурировали между собой, поскольку предполагался один и тот же подрядчик. В итоге подрядчик остановился на проекте в Казани, и я в прессе буквально на днях видел о том, что президент Российской Федерации посетил этот завод, который через 10 лет запустили. Что касается «Казазота», только через 10 лет было принято решение о финансировании этого проекта. Это, ну, я полагаю, что проект, безусловно, будет эффективным, но хотел бы подчеркнуть один момент, но не случайно, вот там слайды, которые показывали, там на примере «Казазота» мы хотели проилюстрировать работу с важными проектами. Все-таки спрос на минеральные удобрения, он достаточно высокий, производство минеральных удобрений азотных концентрируется в странах, и не только в странах, а в регионах, даже внутри стран, там, где есть сырье. И, ну вот, мы тоже, наконец, подошли к тому, что те возможности, которые у нас есть по расширению производства удобрений, они вот сейчас начинают активно использоваться. Благодарю вас за ответ. Следующий вопрос. Информбюро, пожалуйста. Здравствуйте. Информбюро.кз. Диана Кулмагомбетова. Вы в своем выступлении говорили, что планируется БРК направить 65 миллиардов тенге из ИНПФ. Можно уточнить, на какие конкретно проекты планирует банк направить средства, на каких условиях, и как будет возвращаться, с какой привыкли? 65 миллиардов тенге мы привлечем через облигационную программу. Я полагаю, что это будет долгосрочный заем. Ставка, как было объявлено, она будет рыночной. Ну, в нынешних условиях, при нынешней стоимости денег, это будут достаточно дорогие деньги. Но, тем не менее, мы их привлекаем, поскольку мы видим возможность, микшируя их с теми ресурсами, которыми сегодня банк располагает, предложить нашим заемщикам проекты, которых мы реструктурируем, предложить на приемлемых условиях. Что это за проекты? Ну, видите ли, я сказал, что всего у нас 9 проектов, которые должны быть реструктурированы. Перевернуть требования из валюты в тенге мы планируем по 4 из них. Ну, что за проекты? Я, наверное, рассказывать не буду, поскольку это речь идет о финансовом состоянии предприятия. И это, пожалуй, нужно будет там все-таки у предприятий брать разрешение с тем, чтобы рассказывать о том, какие. Ну, хотя, поскольку на правительстве 2 из них были названы, я их, думаю, что тоже назову. Это вот Актюбинский рельсобалочный завод. Предприятие очень большими перспективами, продукция этого предприятия позволит значительно увеличить скоростные возможности нашего железнодорожного транспорта, поскольку 120-метровые рельсы, большой экспортный потенциал у этого проекта. Но в силу того, что основная продукция будет продаваться на внутреннем рынке в тенге, понятно, что проект чувствителен к валютным рискам. Поэтому, если даже он сейчас вполне в приемлемом состоянии, то дальнейшая девальвация приведет к неисполнению обязательств. Поэтому для того, чтобы исключить вот эти риски дальнейшего возможного неисполнения в случае дальнейшей девальвации обязательств, мы должны будем реструктурировать из валюты в тенге. На примере одного я рассказал. А вообще, поскольку деньги привлекает банк, банк контролирует свое финансовое состояние, мы имеем рейтинг на уровне суверенного, поэтому привлечение денег или вложение ЕНП в наши облигации – это надежные инвестиции, поскольку на самом деле организаций с рейтингом на уровне суверенного в нашей стране не так много. Здравствуйте, Полина Нью, Человек и Закон. Какие проекты БРК рассматривает в рамках переноса ряда производственных мощностей из Китая в Казахстан? На какой стадии находится рассмотрение этих проектов? И какова может быть сумма финансирования со стороны банка развития? Спасибо. Действительно, мы активно работаем, участвуем в этой программе. Всего на сегодняшний день 52 проекта. Основная часть инвестиций – это займы государственных банков и фонда «Шелковый путь». Основные инвестиции – это из Китая, плюс технологии, оборудование из Китая. Мы работаем сейчас по самому крупному проекту – это Казахстанский завод комплексных сплавов. Порядка финансирования где-то на уровне 150 миллионов долларов. Сейчас решаются вопросы по обеспечению по этому займу. А так, в целом, проект выглядит достаточно интересно. Еще один проект – это в области зеленой энергетики. Самрук Энерго – инициатор. Но там Самрук Энерго сейчас взял паузу с тем, чтобы системно решить вопрос по тарифам. И я полагаю, что, наверное, только во второй половине года мы сможем более-менее активно по этому проекту работать. Еще есть ряд проектов, но те проекты в такой стадии еще первоначальной, поэтому я о них не упоминаю, поскольку китайские банки, они, в принципе, заинтересованы в софинансировании с нашей стороны. Поэтому идет такой рабочий процесс обсуждения. Там, где наше участие будет интересно китайским банкам, интересно будет заемщикам, интересно будет нам. Я думаю, что мы будем определяться. А так, в относительно большой стадии проработанности, прежде всего, этот КЗКС, ну и потом уже, наверное, проект по ветростанции. Спасибо. Благодарю вас. Бэйст Ньюс, Жанар Сирдальна, пожалуйста, слушаем ваши вопросы. Спасибо большое. Здравствуйте, Булат Бедахметович. Программа автокредитования для возможности, чтобы казахстанцы могли покупать авто, казахстанской сборки на льготных условиях. Конечно, это, в первую очередь, добрая воля государства для того, чтобы поддержать наше автопредприятие. Понятно, что поддержка эта произошла на фоне, скажем, тех событий, когда казахстанцы предпочитали покупать авто за границей, то есть в России в то же время. Понятно, что это попытка поддержать и сам автосборочные предприятия. Но ваше мнение, позвольте узнать, не как руководителя Банка развития Казахстана, а как финансиста. Но разделяете ли вы точку зрения, что такая помощь, она слишком дорого обходится, поскольку здесь дело не только в том, чтобы сделать привлекательный авток из ахстанской сборки, но и возникает вопрос вообще, насколько у нас могут выжить, насколько могут быть самоокупаемые привлекатели вообще сами эти производства. То есть нужно удешевлять не только кредиты, может быть, удешевлять стоимость сборки. То есть это комплексный такой большой вопрос. И может быть, есть какие-то другие варианты. То есть насколько эффективно выливать столь огромные средства, потому что безграничными финансовой поддержкой быть не может. И опять же мы не застрахованы от повторения и девальвации, и девальвации в соседних странах, где мы предпочитаем покупать автомобили. Конечно, сейчас для автомобильной отрасли, и не только в нашей стране, но, наверное, в нашей стране в значительной мере, в такой же мере и в России, сейчас не самое лучшее время для развития автомобильных производств, но просто в силу падения спроса на автомобили. Но, тем не менее, это товар, который определенный и значительный спрос, он будет всегда при любой экономической ситуации. Единственное, что там понятно, что будет меняться предпочтение по стоимости, по моделям, но спрос будет. И в целом, в данном случае мы разделяем подход правительства, который предполагает не просто крупноузловую сборку в нашей стране, а развитие сейчас мелкоузловой сборки, в дальнейшем развитие производства компонентов. То есть это отрасль, которая может давать рабочие места. И для нас, как, вот вы говорили, прошу ответить, не как банк, для нас поддержка отрасли, если говорить не об автокредитовании, а кредитовании проектов, собственно, по самому автопроизводству, достаточно сложный процесс в силу очень большого риска. Но мы понимаем, почему правительство готово поддерживать эту отрасль, что это дает в целом для экономики. И здесь очень важно найти такую золотую середину, при которой бы мы могли развивать эту отрасль, не накапливая слишком большие риски, каковым эта отрасль, в принципе, поддержана. То кредитование, о котором вы говорите, автокредитование, оно поддерживает спрос. Оно поддерживает спрос в условиях, когда спад в экономике. Понятно, что спрос может, скажем так, развалить любой проект. Если бы спрос на автомобили был каким-то, ну, постоянно низким, и государство пыталось бы поддерживать, это было бы абсолютно неправильно. Если нет реального активного спроса, пытаться это поддерживать, это вообще бессмысленная задача. Если же спрос связан с какими-то причинами, или его изменение этого спроса, точнее, связано с какими-то причинами более краткосрочного характера, то такие программы могут быть эффективны. И вот ответ на вопрос, падение спроса на автомобили – это тенденция постоянная, или всё-таки она временная, наверное, это и есть ответ на ваш вопрос о целесообразности. Владимир Ахметович, уважаемые гости, благодарим вас за участие на нашей пресс-конференции, за разъяснение ключевых моментов заданной тематики. На этом, уважаемые коллеги, мы завершаем нашу работу. Благодарю всех за внимание. Продолжение следует...